Дорогие друзья, хочу рассказать вам о канале Большой Ремонт Омск. Здесь вы сможете узнать все, что касается ремонта. От установки пластиковых окон до штукатурки стен, обзоры квартир до и после ремонта. Если вам предстоит сделать ремонт в скором времени, то вам обязательно придется по душе этот канал. Также, если вы захотите сделать ремонт в Омске или Москве, то вы можете обратиться за помощью к специалистам Большого Ремонта. Ссылочка на канал в описании. В теплые летние месяцы болота северо-востока США полны пышными растениями и спрятавшимися среди них животными. С высоты птичьего полета листья водяной лилии кажутся настолько плотными, что по ним можно ходить. А под водой растения создают лабиринты, в которых запросто может запутаться существо, не приспособленное для выживания в этой местности. Сегодня мы будем исследовать территорию в центре штата Огайо. Здесь находится заповедник, служащий домом для многих животных, среди которых водяная змея, часто фигурирующая в рассказах как злой персонаж. Моя цель — разрушить этот стереотип и показать вам, почему эту рептилию нужно уважать, а не бояться. Но для начала я должен найти и поймать этого неуловимого водяного жителя. Посмотрите, этот маленький малыш — это расписная черепаха. Она лежала на берегу и, скорее всего, наслаждалась солнечными лучами. И она, наверное, не видела нас, потому что не ожидала, что хищник придет к нему из воды. Какая же миленькая. Но нужно положить ее обратно. Между прочим, черепаха такого размера — идеальное питание для змеи, которую мы сегодня ищем. Мы не тронем тебя, малыш. Продолжим искать. Мы прокладывали путь, сражаясь с густой травяной растительностью, в то время, как солнце припекало нам голову. Погода была идеальной, но змеи так и не было видно. По такой местности очень сложно передвигаться. Водяные лилии будто хватают меня за ноги, не давая двигаться дальше. И проблема еще в том, что я сильно тревожу окружающую среду. А эти змеи чувствуют любую вибрацию воды. Поэтому, когда я подхожу, они это прекрасно понимают и скрываются под водой. Давайте проверим в той высокой траве. Может, нам там повезет. Для рептилий, даже таких хищников, как водяная змея, одним из главных аспектов выживания является хорошая маскировка. Она не только позволяет им быть незамеченными во время охоты, но также скрывает их от более крупных хищников, для которых нет ничего более приятного, чем полакомиться змеей. Так вышло, что сегодня роль хищника играю я. И хотя я и не ем змей, моя жертва наконец-то была найдена. Марио, змея! 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 Попробую поймать. Поймал. Она вырывается. Цепилась в палец. Ох, малыш. Хорошо цапнула. Цепилась мне в руку. Ну... Вот что происходит, когда вы ловите северную водяную змею. Довольно велик шанс... Ауч! ...получить... ...довольно болезненный укус. Отличный размер у этой змеи. Вау! Ну, малыш. Да, определенно пошла кровь. Но ничего, ведь я поймал змею. Вау! Ладно, ребят, давайте переместимся в более удобное место и детально рассмотрим нашу красавицу. Укусила меня за палец и вцепилась всей пастью в мою руку. Да! Мы ее поймали. Это было достаточно трудно, но, наконец, мы сумели поймать северного американского лужа. И в процессе поиска я получил довольно неприятные укусы. И можно увидеть следы от его укуса на моем предплечье. Из-за того, что змея уплывала от меня, я должен был прыгнуть за ней. Поймать получилось лишь за спину. И змея воспользовалась моим неидеальным положением, чтобы нанести свои укусы. Но не переживайте за меня, ребят. Это не ядовитый вид, хотя их часто путают с ядовитыми мокасиновыми змеями. Но я хотел поймать именно северного американского лужа из-за его темной окраски. Посмотрите, какой он темный. Почти нет полос. В молодом возрасте полосы отчетливо видны, но по мере взросления он окрашивается в темно-коричневый цвет. Это один из самых распространенных видов водяных змей на северо-востоке Соединенных Штатов. И она довольно хорошего размера. Максимум они вырастают до 120 сантиметров. Я думаю, это самец. Самки обычно больше, но в любом случае это просто великолепная рептилия. Как видите, змея поняла, что я не пытаюсь съесть ее. Не царапаю, не кусаю, поэтому немного успокоилась. Немного пахнет, кажется, обгадила меня. Это ее третья защитная реакция. Сперва она пытается скрыться, затем атакует. Если это не помогает, то она гадит на своего противника. Это последний оплот обороны. Но она уже поняла, что никто не будет ее есть и успокоилась. Давайте посмотрим, вытянется ли она на моих руках. Гляньте, насколько же прекрасна эта змея. Как я говорил ранее, в это время суток змеи греются на солнце, чтобы у них была энергия для охоты. Они охотятся на лягушек, мелких рыбок, головастиков. Думаю, она еще займется этим после нас. Мне повезло подобраться к змее и поймать ее, но они сами являются очень прожорливыми хищниками, которые всегда не прочь полакомиться. Но также есть те, кто охотится на эту змею. Например, это большая голубая цапля. Они достаточно часто ловят таких змей и быстро их заглатывают. Но надеюсь, этот парень будет хорошо прятаться среди лилий, чтобы в будущем даже мы не смогли его найти. Мы, конечно же, встречали змей поменьше сегодня, но они были очень быстрые. А с этим парнем нам повезло оказаться в нужное время и в нужном месте. Поднесу свой палец прямо к его носу. Высловывает свой язык, чтобы изучить меня. Язык помогает змее распознать химические вещества в окружающей среде. Сейчас она уже разглядела. Наши камеры поняла, что койот просто ее держит, но не собирается есть. Она приняла решение, что сейчас лучше оставаться в спокойном состоянии и накапливать энергию, чтобы в удобный момент она могла выскользнуть и скрыться в воде. В данный момент ей очень удобно на моей руке. Посмотрите. Еще один защитный механизм этой змеи, который она использует, особенно во время агрессивного состояния, раздутия тела и головы, что делает ее похожей на макосиновую змею. Именно поэтому люди часто путают эту змею с ядовитым видом и, к сожалению, опасаясь последствий, убивают ее. Но северный американский уж абсолютно безвреден. Как же классно она выглядит. Хочу опустить ее в воду на секунду, чтобы мы могли увидеть, как она сливается с водой. Ее почти не видно. Она буквально проскальзывает между растительностью. Неспеша передвигается. И вы обратили внимание, что в воде ее полосы более заметны. Эти полосы, хоть и не такие явные, подобно камуфляжу, помогают змеям маскироваться среди растительности, света и теней. Видите, как она легко скользит через траву? Вернись. Только аккуратно, я не хочу получить еще один укус. Итак, ребят, если вы увидите такую змею в болотистой местности, я определенно не рекомендую вам ловить ее. Хоть они и не ядовиты, но укус очень болезненный. У них присутствует антикогулянт в слюне, который не позволяет сворачиваться крови. Как видите, из пальца и из руки еще течет кровь. Но если вы решили поймать ее и вас укусили, не волнуйтесь, просто очистите и обеззаразьте рану, и все будет хорошо. И несмотря на то, что северный американский уж довольно распространенный вид, нам было невероятно сложно найти, поймать и заснять его на камеру. Я Кайот Питерсон, будьте смелыми. Оставайтесь дикими. До встречи на следующих приключениях. Пора обработать этот укус. Неважно какой вид, люди обычно боятся змей и приписывают им характеристики страшных злодеев. Но по правде говоря, эти рептилии стараются избежать контакта с нами больше, чем мы сами. У северной американской змеи достаточно агрессивное поведение, и она безраздумно укусит вас, если подумает, что стала вашей добычей. И если все же ваши дороги с этой змеей пересеклись, просто стойте и наслаждайтесь моментом, потому что для подобной рептилии вы являетесь хищником, и вам абсолютно нечего бояться. Если вам понравился данный эпизод, то посмотрите другие, не менее захватывающие приключения. И не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых эпизодов с Кайотом Питерсоном. Это будет немного опасней. Субтитры создавал DimaTorzok